книга открытым оком том 8 тема политика вопрос 2080 были ли среди монахов реформаторы или они безоговорочно принимали устав свои обители и не пытались пересмотреть уклад своей жизни отвечает игнатий тихонович лапкин это не практиковалось никогда устав по их убеждению всегда был не человеческое изобретение но он или ангелом был принесен с неба на дощечке где было точно регламентировано поскольку спать и чтобы горизонтально не ложится монахом и какую шапочку детскую на голове носить современные харизматы пятидесятники имеет своих предтеч в монастырях здесь все прикрывалось откровением и видением потому было все бесспорно неотразимо и вечно но иногда были патриоты желающие улучшить подвиг сделать его более стерильным они не на работу шли а на сокращение расходов и вымаливали чтобы господь как-то их кормил без добывания трудом в поте лица хлеба это заповедь они знают знать не хотели бытие 3 глава 19 стих цитата в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и впрах возвратишься житие преподобного александра обители неусыпающих первоначальника день памяти 3 июля по старому стилю кавычки открыты видя что во всех киновиях братья имеют излишнее попечение о пище и одежде он вспоминал об евангельских христовых словах которые возбраняют излишнюю заботу о пище питье и одежде и даже не велят заботиться и о завтрашнем дне он был твердо и непоколебимо уверен что благопромыслитель господь питающий птиц и одевающий траву сильную тем более не оставит без своего попечения работающих ему людей что силен он и пропитать и одеть их искали бы они прежде царствие божие и правда его одушевленные такими помышлениями преподобный александр взяв имевшиеся у него евангелие пришел с ним каве или и и сказал ему цитата отче все листина что написано в евангелии услышав такой вопрос преподобный или я удивился и в смущении подумал что вопрошавший его прельщен каким-нибудь неверием от дьявола не отвечая на чего ничего на вопрос он сел и склонил главу свою а в это время пришли к нему братья кавычки открыты братья сказал ему преподобный или я помолимся о брате нашим александре увязшим во вражеские сети кавычки закрыты и встав сотворил молитву со слезами а потом обратившись к александру сказал ему цитата откуда пришел к тебе такой сомнительный помсл что ты не веришь написанному в святом евангелии кавычки открыты не не верю я отче ответил александр а только спрашиваю все ли истина написанное в святом евангелии кавычки закрыты цитата воистину все истина отвечали ему все братья и никакого в этом не может быть сомнения тогда сказал им александр кавычки открыты если все истина написанное то почему же мы не исполняем оного цитата невозможно немощному человеку исполнить всего ответили ему братья после такого ответа александр воспламенившись своим духом из-за ничто почитая прежнее житие свое проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов вознамерился уйти в пустыню чтобы там удобнее пожить по евангельскому слову